24 ноября музей Тургенева встречал гостей по случаю своего 92-го дня рождения. Год этот был богатым на разного рода события. О торжестве вспоминали только самые добрые и яркие. За этот год у нас два мероприятия, два больших юбилея. Это наши титульные писатели. Это 140 лет Ивана Алексеевичу Бунину, со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. И два наших еще писателя, орловца. Это Афанасий Фетт и Апухтин. И действительно нельзя не вспомнить бунинские яблоки в Яблочный Спас. Там все до мелочей было пропитано духом Бунина. Был и позеленивший самовар, о котором он писал. Его сотрудники музея добыли с большим трудом. Все силы брошены были на такие праздники. Все для того, чтобы привлечь внимание молодежи к историческим ценностям. Приходит очень много молодых людей. Люди выходят просто восхищенные. Потому что я прекрасно понимаю, вот этот возраст школьный, когда он, честно если говорить, он был бессознательный немножко. В музее Тургенева бывали многие, слышали все, но некоторые интересные факты из его истории знают немногие. Ермак в 1941 году, когда немцы подходили к Орлу, он сделал великую вещь. Он спас для Орла, для России музей Тургенева. И теперь экспозиции Орловского музея вызывают восторг и восхищение во всем мире. В канун дня рождения одна из них была представлена на международной выставке. В каталог выставки галереи Нащекина вошла работа Зинаиды Серебряковой «Две девочки» из фондов Орловского государственного литературного музея Ивана Сергеевича Тургенева. В день рождения музей пополнил арсенал рожитетов. Подарки присылали со всего света. Из Бразилии правнучка писателя передала уникальнейший документ. Это метрическое свидетельство о рождении самой Татьяны Юрьевны правнучки. Еще очень один интересный дар – это несколько уникальных бунинских автографов. Такие экземпляры для музея – историческая ценность. Самое главное, что раритеты подарили. Купить их музей вряд ли бы смог. Со средствами у учреждений есть проблемы. Зато желание приобщить к истории народ велико. Среди планов на следующий год есть и такие. Мы будем пенсионеров привлекать в музей. Потому что огромное количество активных пенсионеров, они как бы немножко тоже выпали из поля действия, из сферы влияния нашего музея. Екатерина Габова, Денис Еременко для программы Оперативный эфир.